На свою еженедельную общую аудиенцию с паломниками Святейший Отец прибыл раньше, чем обычно. В своей катехизации он размышлял о роли Святого Иосифа как приемного отца Иисуса. Папа Франциск сказал, что сегодняшнее общество что-то вроде сироты, и посетовал, что многие люди сегодня предпочитают иметь домашних животных, а не детей. Многие пары не хотят и не имеют детей или решаются только на одного, но у них есть две собаки и кошки. Да, собаки и кошки заменяют детей. Это смешно. Я понимаю, но это реальность. Это отрицание материнства или отцовства унижает нас. Это уничтожает нашу человечность. И таким образом цивилизация стареет и теряет человечность, потому что теряет богатство отцовства и материнства. Папа также призвал пары, которые не могут иметь детей, подумать об усыновлении. Рождение ребенка – это всегда риск, будь то естественным путем или в результате усыновления, но опаснее их не иметь. Более рискованно отрицать отцовство или материнство, будь оно реальным или духовным. Мужчина или женщина, у которых не развито чувство отцовства или материнства, им чего-то не хватает, чего-то фундаментального, чего-то важного. Папа Франциск также попросил учреждения облегчить процесс усыновления, чтобы ни один ребенок не остался без родительской любви. Я надеюсь, что учреждения всегда будут готовы помочь в отношении усыновления, серьезно контролируя, но также упрощая необходимую процедуру, чтобы осуществить мечту столь многих детей, которым нужна семья и стольких пар, которые хотят отдаться любви. На этой неделе на общей аудиенции произошли большие изменения. Впервые миряне, как женщины, так и мужчины, участвовали в чтении приветствия Папы на разных языках. Среди них был Кристофер Уэллс, американец, работающий в пресс-центре Ватикана, а также сестра Андреа Лорена Чекон, которая работает в государственном секретариате. На аудиенции у Папы также присутствовал цирк, он выступал в конце встречи. Папе Франциско, похоже, понравилось представление, и он признал бесчисленные часы работы, потраченные на подготовку такого представления. Это зрелище соприкасается с красотой, а красота всегда возвышает нас. Это способ двигаться к Господу. Спасибо. Это выступление также стало для циркового коллектива способом отпраздновать возвращение на сцену после тяжелого периода пандемии. Субтитры создавал DimaTorzok